здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу очень кратко сказать тем кто купил все за мной сургут нефтегаз префы и до сих пор не продал о ситуации что с ними делать это мой чисто взгляд я считаю что я должен об этом сказать итак давайте посмотрим что сургут нефтегаз привилегированными дело в том что сегодня последний день перед отсечкой если сегодня купить акции сургут нефтегаз привилегированный то дивиденды у вас будут если сегодня их продать то дивидендов у вас не будет если вы продадите завтра то вы получите дивиденды и продадите акции с этим будет мощный совершенно дивидендный гэп завтра вот дивиденды на сургут нефтегаз привилегированные назначены в размере 7 целых не назначены они к рассмотрению на общем собрании акционеров а общее собрание акционеров будет так сейчас скажу 18 да вот вот общее собрание акционеров там скорее всего утвердят дивиденды в размере 7 рублей 60 копеек и те кто до сегодняшнего дня владел этими акциями они их получат те кто завтрашнего дня уже не получат поэтому скорее всего завтра будет дивидендный гэп так называемый то есть акции упадут на сумму 7 рублей 60 копеек минус 13 процентов и минус полу процента ну то есть в районе будет падение примерно на 7 рублей да вы получите 760 дивидендов но во первых через там 25 дней то есть через месяц примерно а во вторых когда акции восстановятся одному богу известно вот то есть смотрите когда я рассказывал про акции сургут нефтегаз привилегированы я сказал что я их взял с плечом вот и я очень настоятельно во втором видео рекомендовал не брать их вслед за мной а наблюдать вот но многие этому совету не вняли и очень многие люди взяли вслед за мной эти акции давайте посмотрим что с ними происходит сейчас и что с ними делать смотрите если вы взяли акции с плечом я очень-очень настоятельно вам рекомендую их продать почему потому что да вы получите дивиденды через месяц но акции того взяты с плечом и вы каждый день вам будут начисляться проценты за использование кредита да они небольшие вот но кто знает как поведут акции они не скоро восстановятся то есть они упадут на те самые размер дивидендов и что у вас останется только кредит поэтому я настоятельно рекомендую если вы взяли акции в кредит то сегодня даже если вы продадите с убытком то в общем я вам советую зафиксировать этот убыток что касается меня я уже показывал что я продал их давно по стопу как и предполагалось в общем то вот вот где то вот здесь вот я их продал по стопу то есть там нормально и я ожидал конечно что они дальше будут расти я его еще немножечко тоже прикупил но вот тут же закрыл в общем по стопу потому что роста не оказалось и вот этот вот скачок вниз в общем сказать там как бы показал что я все правильно сделал вот что по поводу акции обувь не обувь россии сургут нефтегаз надолго вот они у меня в портфеле сохранились на двенадцать с половиной тысячи рублей но это не не с плечом это без плеча посмотрите 300 акций у меня сохранились почему потому что дивидендная доходность высокая что будет дальше сургут нефтегаз привилегированными ну вы знаете что у сургут нефтегаза есть достаточно большие запасы в валюте и во многом курс акций зависит от того как будет вести себя курс доллар к рублю очень во многом а как он будет себя вести вы можете предположить что будет с рублем по отношению к доллару там скажем через два месяца например да вот дело в том что в конце июля абсолютно вот уже все уверены что фрс сша понизит процентную ставку что приведет к удешевлению доллара ко всем остальным валютам сильно это будет удешевление нет оно будет не сильный трамп хочет очень сильно опустить доллар но у него ничего не получается потому что потому что это достаточно сложно дело в том что европа тоже хочет опустить свою валюту а рубль и так уже опущен ему опускаться дальше некуда ему по идее надо расти а что значит рубль будет расти это значит что доллар по отношению к рублю будет дешеветь а это значит что сургут нефтегаз компания будет значит их валютные запасы будут тоже дешеветь но вопрос в другом центробанк то ведь тоже хочет понижать процентную ставку и как раз примерно тоже в те же сроки там сказать с разницей в два дня насколько повлияет снижение ставки центробанка сильнее чем снижение ставки фрс я не знаю лично вот но снижение ставки фрс ведет к тому что в общем так сказать там доллар становится дешевле и а в америке уже в общем так расти фондовому рынку особенно некуда и есть предположение что инвесторы начнут искать рискованные активы то есть развивающиеся рынки и не исключено что инвестиции в российский фондовый рынок со стороны иностранцев вырастут соответственно рубль укрепится и доллар соответственно понизится еще в цене то есть как бы есть такие факторы которые говорят о том что акции сургут нефтегаза который очень сильно зависит от курса рубля к доллару в общем сказать ну не вырастут скажем так а может и вырастут я не знаю вот если сургут нефтегаз будет показывать хорошие результаты то концу года мы увидим рост этих акций если нет то значит как бы мы и не увидим этого роста поэтому если вы готовы держать их долго вот я готов держать их долго там год два вот пожалуйста вы можете остаться сургуте если нет я считаю что риски достаточно большие держать эти акции в портфеле вот если вы ну как бы спекулятивный капитал тем более с плечом то ни в коем случае этого не надо делать выходите выходите из плеча вот у меня сейчас в данный момент плечо просто нулевое вот я тут продал много чего включая и веб 23 я вчера продал с прибылью облигации веб 23 ну соответственно я получил и доходности хорошую в долларах США это евробонд он в долларах и плюс я продал его дороже чем купил здорово дороже на самом деле вот там на процент или на два вот ну поэтому в общем сказать я решил немножечко уменьшить свою долю в долларах но пока не получается пока в долларах в долларовых активах у меня доля значительно превышает долю в рублевых активах я намерен увеличивать долю рублевых активов в ближайшее время ну вот такие у меня планы я проинформировал вас о том ну о своем мнении по поводу сургут нефтегаза и по поводу дальнейшего развития событий оставайтесь на моем канале спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк и до встречи с вами был Демитков Юрий я я не я не 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 не